Как отличить саранчо от кузнечика? Почему кузнечики лучшие музыканты среди насекомых? Как они откладывают яйца и выводят потомство? Об этом ребята из клуба юных натуралистов и экологов лес расскажут не хуже специалиста. Вот это, это кузнечик. Это не саранча, а обычный зеленый кузнечик. Некоторые кузнечики едят других кузнечиков, большие. И эта самочка, судя по яйцекладу, у самцов, у них вот просто две вот эти вот маленькие, у них просто, ну понимаете. А вот это, это яйцеклад. Он вот так вот втыкает в землю, вот так вот его, и яйца, прям там ямочка такая, он и откапывает яйцекладом, вот так двигает и откладывает. Кружок юных натуралистов работает в Голицынской городской библиотеке с 2014 года. Организовать такой клуб – мечта детства, говорит его руководитель Екатерина Ванчикова. На занятиях в трех возрастных группах с трех до двенадцати лет ребята успевают все. Смотрят фильмы, читают, играют, лепят, рисуют и даже ставят опыты. Сначала у меня еще 10-15 минут идет информационная часть, потом мы играем 10-15 минут, и потом оставшееся время мы творчески занимаемся. То есть, если мы проходим, допустим, сегодня мы проходили кузнечиков, значит, мы проходим, я им рассказываю про кузнечика, я им показываю, я использую видео. Если нету видео на данный момент, да, мы часто, летом мы часто занимаемся на природе, мы используем природные материалы. За успехи возможных преемников своего дела порадовался Алексей Солдатенко, директор Федерального научного центра овощеводства. Уверен, любовь к природе родного края необходимо прививать с детства, а с такими знаниями из-за развития экологии и аграрной промышленности округа можно быть спокойным. Нужно рассказывать о том, какой многообразный по насыщенности нас в Одинцовский городской округе. У нас есть различные предприятия, в том числе и научные учреждения, которые занимаются широким кругом вопросов. Поэтому мы начинаем уже с детских лет готовить наших будущих специалистов, я рассчитываю, селекционеров по овощным культурам, которые будут работать в нашем Федеральном учреждении овощеводства. В подарок – научная литература по овощеводству. Книги пока слишком большие и сложные для юных натуралистов, но они обязательно пригодятся им в будущем. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...